всем привет ребята попросили вам показать станок фальцегибочный не станок приспособа для загибания фальца но вот такой тон из себя вот по конструкции значит состоит станок из трех частей как бы то есть первое это основная вот несущий уголок вот 75 2 вот этот сама поворотная как бы балка поворотный уголок ну и усиливающий уголок вот здесь он разнополый 63 1 полка вот это вот это вот 100 полка ну в принципе это не принципиально принципе можно также 75 уголок вот значит в чем конструкция состоит к несущему уголку прикручивается значит через болты вот они болты пила пила вот пила рамы вот продольная пила рама который бревна распускает вот полотно от нее на полотне снята фаска ну ширина фаски где-то 6 миллиметров 6 7 миллиметров вот и толщина пилы где-то около двух миллиметров то есть где-то до миллиметра снята фаска по всей длине между несущим несущим уголком и пилой нож ее обзовем значит и проставка стоит полоска металла черного толщиной 1 миллиметр вот и то полоска она еще служит как бы ограничителем ограничителем по высоте то есть получается у нас от края несущего уголка до полоски ограничивающий до железки до той но линейки не показывает также вот эта пила она заподлицо нож заподлицо с несущим уголком значит получается что у нас ограничитель стоит на расстоянии 6 миллиметров от верха до пластины ограничу 6 миллиметров при этом припуск на фальц будет 20 миллиметров то есть если мы примеру трубу делаем круглую ну или что то там то по 10 миллиметров на стран откладываем и припуск на фальц будет 20 миллиметров так теперь от верха пилы ножа до этого усиливающего уголка расстояние 8 миллиметров у меня мы не показывает на 8 миллиметров так значит поворотная балка приварена вот на четырех шарнирах так длина 1200 и и ну пила потому что вот сколько позволило максимально 1200 длина все это ты приспособа вот есть еще одна конструкция ну в принципе то же самое чуть чуть попроще на сейчас я ее покажу так ну вот вторая приспособа конструктивно также на выполнена вот единственное что у нее место от этого усиливающего уголка но тоже был здесь уголок но мы полку одну спилили вот так вот это выглядит все полка вот это нужно для для того чтобы потечь к получалось значит также здесь несущий уголок поворотный уголок приварена поворотный этот уголок на двух шарнирах здесь но этого недостаточно желательно вот четыре или сделать типа рояльной петли но тоже чтоб точеная то есть взять трубку например небольшого диаметра и чтобы в ней стержень подобрать стержень к ней по внутреннему диаметру вот напилить ее и как рояльку сделать так будет лучше чтобы не гнулся не играл этот у нас уголок когда фальк делаешь вот но также вот этот уголок был на болтах прикручен также пила сделано также от верха пилы до уголка 8 миллиметров 89 лучше 8 и вот от пилы до ограничивающей пластины 6 миллиметров то есть нам позволяет при изготовлении там допустим ну отводов например если когда угловой фальк сделаешь то припуск на фальце получается 6 и 13 миллиметров у нас то есть также на ней можно как делать вот на продольный фальц и также можно делать угловой фальц вот на этой машинке ну вот как то так сейчас я еще покажу как как он гнет чтобы было видно так значит вот вставляем вставляем пластинку заходит у нас на 6 миллиметров если мы ее до конца не догибаем вот на 90 градусов у нас получается вот такой вот бортик вот 6 миллиметров если мы ее догибаем до конца вот так вот то у нас получается вот такой вот фальчик вот с посечкой подсечка вот это нужно для того чтобы когда потом фальц сваливаешь чтобы была подсечка как объяснить то то есть когда закрываешь фальц образуется подсечка вот здесь вот и который не дает сойтись шву вовнутрь ну или разойтись так сказать ну вот такой вот получается фальчик ну сейчас еще покажу как на первый гнет первый вариант смысле станка ну вот первый вариант который с уголком также мы вставляем вот если не до конца вот он уперся у нас то есть у нас получился вот такой вот 6 миллиметров вот такой вот вставляем вот сюда и дожимаем дожили вот такой вот он получается такой вот этот фальц так еще раз значит повторюсь по размерам чтобы не было вопроса значит длина его ну по возможности лучше сделать 1250 потому как формат металл у нас 1250 на две с половиной тысячи миллиметров поэтому желательно делаем 1250 на две с половиной тысячи миллиметров самый главный параметры у нас это то есть зазор от верха ножа от верха вот этого ножа до ограничивающие там пластинки 6 миллиметров и от верха вот этой вот этого ножа до ограничивающего вот этого уголка 8 миллиметров все зазор зазор тоже по усмотрению мы делали миллиметр чтобы 0 7 металл гнуть тоже пила поставлено потому что она из рукой из углеродистой стали не гнется ну крепкая все уголок меньше 63 тоже не советую потому что сильно играет вот такая вот конструкция ну вот как то так все всем пока 38 39 40 41 Продолжение следует...